Девушки отдыхают Девушки отдыхают Как же я его... А ты умница Умница, что взяла за свой счет Отдохнем, как все нормальные люди Вместе И не говори Слушай, это всего третий раз за 8 лет, да? Совместной жизни Неужели? Точно? Третий? Издержки профессии врача Да, а если два врача в семье Сплошные издержки А, не говори Ну, не будем сегодня о работе Настроение отпускное Да, да, это я Да, Таня Мазур, моя сестра А что случилось? Да, а где она? Да, да, конечно, я приеду Конечно Да, спасибо Что? Что у вас случилось? Таня в реанимации Этот звонок был как гром среди ясного неба Врач ничего толком не сказал Я только поняла, что жизнь сестры в опасности Я была нужна ей Відправивши чоловека на відпочинок Варвара одразу поїхала до сестры Аби дізнатися, что сталося Извините, я могу чем-то вам помочь? Добрый вечер Подскажите, где реанимация? А вы кого? К Тане Мазур, я ее сестра Я Богдан Чернях Врач-реаниматолог Это я вам звоню Что с Таней? Я могу ее увидеть? Успокойтесь Опасность минувала Мы вовремя остановили кровотечение И теперь Таня отдыхает Ну что случилось? Сильный стресс в первом триместре может... Первый триместр? Она беременна А вы что, не знали? Нет, она ничего не говорила А беременность удалось сохранить? Удалось, но состояние Тани нестабильное И делать какие-то прогнозы... Дело неблагодарное Понимаю, коллега, я тоже врач, хотя хирург Ну, тогда буду говорить прямо Тане нужен покой и хороший уход Минимум месяц, ну где-то так На восстановление И думаю, потом есть все шансы родить Да-да, я не буду отходить от нее столько, сколько понадобится Хоть все девять месяцев Хорошо Давайте я вас проведу в палату Таня Но вы должны... Успокоить и не беспокоить Совершенно верно, коллега Прошу сюда В голове путались мысли И было столько вопросов к Тане Но главное, что она должна была поправиться А я готовилась стать тетей До ранку Варяна Переживаю, что с ним что-то случилось Уверена, что все с ним хорошо Я ведь ему даже не успела о беременности сказать Ну вот приедет и обрадуешь А пока тебе нужно выздоравливать Стресс плохо влияет на ребенка Послушай, Варь У меня ведь кровотечение открылось, когда я... Ну-ну, успокоился В общем, ко мне пришел следователь И сказал, что один из моих пациентов Из реанимации написал на меня заявление В котором он обвинил меня В воровстве Избытия наркотических Обезболивающих препаратов Ну это же бред Да И что якобы я Не делала ему необходимые обезболивающие уколы И якобы этот пациент видел, что я Отдавала шприц с лекарством Каким-то подозрительным личностям Следователь во всем разберется Не волнуйся Варь, мне страшно Сейчас идут проверки И следователь настроен решительно Он мне признался, что давно подозревал Сотрудника в наших подобных махинациях Послушай, твое дело сейчас лежать и выздоравливать А вдруг я не смогу ничего доказать, а? На меня же всех собак повесят, Варь Давай так Ты лежи Не волнуйся Выздоравливай Я завтра утром вернусь И во всем разберусь Обещаю Договорились? Оказалось, я рано успокоилась Обвинение в сбытии наркотических препаратов Это статья И срок как минимум пять лет Я надеялась, что смогу докопаться до правды И доказать невиновность моей сестры После бессонной ночи Варвара поехала на работу Мала еще где-то что сделать Здравствуйте, Семен Степанович И тебе не хворать Ты же с Игром вроде как улетать собиралась Что-то случилось? Да я как раз по этому поводу У меня сестра попала в реанимацию Можно мне к моему отпуску добавить еще неделю? Ну, или две Я потом отработаю А что с ней, какие прогнозы? Это открылось кровотечение в первом триместре Со всем вытекающим букетом И гипертонус, отслоение плаценты, гемоглобин на нуле Ну, ты же знаешь При полном спокойствии и без нервного напряжения Все быстро нормализуется Да в том-то все и дело Что покой нам только снится Вы представляете, Таня обвиняют в сбытии наркотических препаратов Следствие идет, но я боюсь, что долго разбираться не будут И все повесят на нее Она у меня добрая, порядочная Она не способна на такое А она работает там же, в больнице? Да, там же, медсестрой Слушай, Варь, а может тебе какое-то время вместо нее поработать? Ну, и разберешься по ситуации Такое возможно? Главврач в больнице, мой старый друг Я с ним поговорю по поводу твоего временного трудоустройства Ну, а ты уже свежим взглядом посмотришь, что к чему Да, спасибо Я растерялась Предложение выглядело такой авантюрой Но выбора у меня не было Женце необходимо было с кимось порадитися Тому и решила поговорить с подругой Спасибо, что сразу приехала Варь, у тебя был такой голос? Тебя даже антидепрессант захватила Это правильно Мне сейчас не помешает расслабиться Тяжелее, что с Игорем не поехала И да, и нет Ты же знаешь, у нас в последнее время отношения были не очень Я надеялась, что отпуск что-то изменит А он что, так взял и уехал сам? Ну, что-то типа того Ты знаешь, он даже не поинтересовался, как у Тани дела, что с ней случилось Ну, потому что он всегда эгоистом был А ты этого не хотела замечать? Возможно Ох, зато я сейчас переживаю Следствие, это не шутки Слушай, а может Поговорить со следователем? Объяснить ему все? На лапу дать, в конце концов Ну, я тоже так думала Но Семен Степанович предлагает мне устроиться в больницу медсестрой И самой во всем разобраться Обещал помочь Ну, так и отлично Да какой из меня детектив? Варя, ты Тане жизнь спасешь Ты думаешь, она сможет медицинский поступить? Если ей срок дадут Ну пусть даже условный Это же пятно на всю жизнь Это точно Ты, Настя, как всегда права Конечно же, я и сама понимала, что Таню нужно спасать Только как это сделать, я не знала Наступного ранку, біля лікарні, Варвара несподівано зустріла чоловіка Який за описом нагадував слідчого, що вів справу сестри Добрый день Добрый день Извините, я Варвара Морозова, Таня Мазар, моя сестра Что вы хотели? Таня вкратце мне объяснила, в чем ее подозревают Я хочу сказать, Таня очень честный человек Она не способна на преступление Знаете, сколько раз на день я это слышу? Ну, вы можете спросить у ее коллег, любой подтвердит Коллеги? Говорите А вы знаете, что один из них свидетельствует против Татьяны? Да не может этого быть А кто? Тайна следствия У меня есть заявление одного пациента И еще одного сотрудника Против Татьяны Ну и что? А может быть, они ошибаются? Ну, или намеренно ее подставляют? Я во всем разберусь Нас не раз уведомляли, что в больнице Подторговывают наркотическими препаратами Ну, даже если это и так Таня здесь абсолютно ни при чем Я вас уверяю Не волнуйтесь, я во всем разберусь После разговора со следователем было понятно Тане грозил реальный тюремный срок Нужно было действовать немедленно Занепокоена Варвара вирішила обережно поговорить с сестрою И дізнатися всі детали справы Привет, Таняш Привет Лежи, лежи Слушай, мне так неудобно Я тебе весь отпуск испортила Да не выдумывай Слушай, я хотела спросить о том пациенте, который заявление написал Ты его видела? Приходил? Нет, я вот думаю Может, ты его просто чем-то обидела? Варя, я его даже не помню Ты же знаешь, за смену десять человек Через день приходишь, новое десять Ну, не знаю, может, поскандалила с кем-то Я не конфликтный человек Ты об этом знаешь Да, знаю Ну, может, слышала что-то необычное Видела, слухи какие-то Да нет Ничего такого не слышала Танюш, тебе плохо? Может, водички? Нет, нормально Послушай А поговори с моей подругой, с Наташкой Она дневной анестезиолог Ну, знает все Может, что тебе расскажет Хорошо У Тани было очень сложное состояние Для полного восстановления Нужны были недели Которых у нас не было Поэтому пришлось действовать в одиночку И без промедления Здравствуйте Здравствуйте А где я могу найти Наташу, Будяк? Это я Чем я могу вам помочь? Я Варя, сестра Тани Мазур А, здравствуйте Очень приятно познакомиться Она столько о вас рассказывала Хорошо, что вы приехали Ей сейчас очень нужна ваша поддержка Да, я знаю Я поэтому и искала вас Что-то с Таней? Да нет, с Таней все хорошо Я сегодня следователя видела Он настроен решительно Да, он приходил сегодня Всех расспрашивал Со мной говорила Таня о препаратах Но я сказала, что Таня не способна на такое преступление Я думаю, что Таню хотят подставить Вы думаете, сбыт наркотиков Это не фантазия следователя? Думаю, нет Скажите, а вы помните пациента, который написал жалобу на Таню? Ну, или, может быть, у нее конфликты были с начальством, например? Ну, пациента не видела Да и конфликтов у нее тоже не было Ну, может быть, подозрительные что-то видели или слышали? Нет, ну, я не знаю, стоит ли об этом говорить Говорите Говорите, конечно Просто Таня в последнее время вела себя как-то странно Я однажды видела, как она что-то колола в вену Ну, я не думаю, что это что-то серьезное Но думаю, вам стоит об этом знать Тогда, конечно, это важно Я не могла поверить, что Таня может колоть себе наркотики Это полный бред Но сомнения все-таки были И чтобы во всем разобраться, мне нужно было узнать правду Варя шукала возможность отримать ответ на вопрос, которое не давало ей спокою Привет Привет Как сегодня себя чувствуешь? Уже лучше Может быть, чаю хочешь? Нет, спать хочу, все время хочу Но доктора говорят, это нормально Давай пульс померю тебя Давай Ого А, это от капельницы Болит? Задит немножко Ну, сегодняшнего дня уже будут через день ставить Так что он садит Я ужасно боюсь уколов Врач, который боится уколов, это, конечно, смешно А я нет, я сама себе могу вену уколать А что ты колола и зачем? ЧИ ПЕРЕКОНАЕ ВАРЮ ПОЯСНЕННЯ СЕСТРИ 35-летняя Барвара Морозова Збиралася разом із чоловіком у відпустку Але несподіваний дзвінок з реанімації Зруйнував її плани на відпочинок Жінка негайно їде до лікарні Де дізнається, що її сестра Із загрозою викидня у важкому стані Також проти неї висунуте обвинувачення В торгівлі наркотичними знеболювальними препаратами Аби допомогти сестрі Варя під прикриттям починає Власне розслідування Яка несподівана правда відкриється жінці А я жасно боюсь уколів Врач, який боїться уколів, то, конечно, смішно А я нет, я сама себе могу вену уколоть А что ты колола і зачем? Так недавно все наше отделение кашляло, чихало Тот заболеє, тот заболеє У мене тож первые признаки в РВИ появились Ну я, щоб не заболеть Витаминку С, глюкозу себе И ребенку безвредно Ну ты героиня А я бы никогда не смогла себе уколоть еще и вену Ну, мне пора Работа не ждет, надо раздавать уколи, пилюли Нехорошо опаздывать в первый рабочий день Давай, удачи После Таниных слов я вздохнула с облегчением Все же было так очевидно А я себя накручивала, всю ночь не спала Раптово Жимка стала свитком Педозрилу изустрічи Это вам за субботу, как и договаривались с Федором Ивановичем А за воскресенье? Потом отдаст Вот когда все вернете, тогда и получите заказ Не вам одним надо Желающих предостаточно Но мы платим больше, задержку погасим с процентами Не волнуйтесь Хорошо, я подожду день-два Но если не вернете всю сумму, я в долг больше давать не буду заказ Я все передам Федору Ивановичу Передай, передай И передай, что в пятницу у меня большой заказ будет Дозы будут внушительные Я, кажется, нашла преступника Никогда не догадаешься, кто это Вы говори, не томи, ну Это ваша старшая медсестра Я только что видела, как какой-то тип передавал ей деньги Они не хотели, чтобы их видели Но я спряталась и подслушала весь их разговор Ну и о чем они говорили? Ну, о каких-то заказах О том, что платят больше А курьером был такой худощавый, странный молодой человек, да? Ну да, худощавый, с такой бородкой небольшой Понятно, это не она Елена Васильевна промышляет откатами из аптек Но я так хотела помочь сестре, чтобы каждом видела обманщика и злодей Після чергування, Варя вирішила їхати додому Та дорогою сталася несподівана зустріч Простите, не узнал вас Ничего страшного А вы маршрут ждете, да? Да, уже полчаса стою Они очень редко ходят Лучше давайте я вас подвезу Нет, ну что вы, я на такси пойду Садитесь, я вам говорю Эти таксисты с вас тришку раздерут Да ну неудобно, это не хочется вас утруждать Варя, мне что вас силой в машину запалкивают, что ли? Ну спасибо Давайте Я была очень благодарна Богдану за его отзывчивость и доброту Сначала думала, будет неловкое молчание до города Но мы очень весело проболтали весь путь Разве я знала, чем это обернется? А в дома Варвара отчиковал сюрприз Почему не предупредил? Почему так рано? А что происходит? А это ты мне объясни Кто тебя на машине подвозит? Отсюда все прекрасно видно Да это Богдан, врач Тани Вы с ним так мило флиртовали у подъезда Мы просто поговорили, ничего больше Я поверить не могу Меня мучила совесть, что я тебя оставил здесь одну Я думал тебе тяжело Я приезжаю с полотпуска и что я вижу? Игорь, я все могу объяснить Что тут объяснять? Что тут объяснять? Гуляешь направо и налево, пока муж, видите ли, далеко Послушай, Богдан просто подвез меня Тем более мы работаем вместе Ах, вы уже работаете вместе Замечательно Игорь, ну подожди Ну я все объясню Ну по-дурацки все так вышло Да, это я Опять кровотечение? Да, я сейчас буду Вещи завтра заберу Игорь После звонка я сразу же поехала к Тане И всю дорогу волновалась А мои семейные проблемы тогда отошли на второй план Але причины, які поставили під загрозу життя сестры Виявилися набагато жахливішими, ніж думала Варя Что случилось? Вадик приходил Вы поссорились, что ли? Нет Он сказал, что ребенок не от него Ну, может, это реакция такая первая Испугался Он сказал, что он не будет на мне жениться Что ему жена, зайчика, не нужна Господи, Варя, как мне плохая боль Ну, не волнуйся Без него родим и поднимем ребенка сами Я понимала, что беременность Тани будет сложной Если будет следствие, она просто не сможет сберечь ребенка Нужно было действовать без промедления Как там Таня? Да неважно Все лечение нужно начинать сначала А ей сейчас тяжело Галик ее бросил Вот гад Он мне всегда казался подлецом К сожалению, так оно и оказалось Только узнала ребенка сразу в кусты Ты не упоминай Британе лишний раз об этом, ладно? Конечно, я все понимаю Она не спит, можешь зайти Скажи, а есть какие-то новости по поводу следствия? Ничего, ни одной зацепки Я тут подумала, а тебе не кажется странным наш реаниматолог, Богдан Иванович? Да вроде нет Дело в том, что он имеет самый широкий доступ ко всем наркотическим препаратам по отделению Вряд ли это он На меня реаниматолог произвел хорошее впечатление А откуда тогда у него такая машина? Часы шикарные, обедает каждый день в кафе Сомневаюсь, что на зарплату врача можно себе такое позволить Ты права Ты знаешь, на часы я тоже внимание обратила Вот-вот, к нему стоит присмотреться Я решила проверить версию Наташи, потому что других вариантов у меня не было Варвара дуже швидко зрозуміла, що її підозри не без підставни Заходите Здравствуйте, у вас єсть минутка? У меня есть небольшой разговор Для вас у меня всегда є время Садитесь Как Таня? Спасибо, самая страшная позади Теперь осталось только набираться сил Ну так, о чем вы хотели поговорить? Я хотела поговорить о... О Елене Васильевне Загоняла вы старшая сестра, да? Любит она у нас покомандовать По правде говоря, я сам ее побоюсь Я думаю, она может красть лекарства и продавать Как считаете? Ну а как же презумпция невиновности? Ну я же никого не обвиняю Просто есть у меня подозрения, вот и делюсь с вами Ну я думаю, что это не она Зачем ей это? Ну, может ей деньги нужны Деньги всегда и всем нужны Но это не повод нарушать закон Ну не знаю, ну может быть у нее кредит Или сын наркоман Варя, Варя, отличная у вас фантазия Сына у Елены Васильевны нет А две дочери учатся на юридическом Убедили Теперь не буду Елену Васильевну подозревать Если бы я не увидела ту ампулу И как ее прятал Богдан Я бы и дальше не подозревала его Он мог сам этим заниматься Или быть пособником Может вообще в больнице промышляла целая банда Поэтому мне нужно было докопаться до правды Варя взялася дещо переверти Что вы так внимательно изучаете? График дежурств Правильно, нужно самой все считать А то они то смену не закроют То переработку поставят Я другое заметила Все ночные дежурства Богдана в прошлом месяце Совпадают с ночными дежурствами Тани Правда? Может это не совпадение? Вот и я думаю Таня, она ж такая добрая, такая наивная Ей кто угодно мог обмануть Вот Богдан Иванович мог этим воспользоваться Мне нужно еще за ним понаблюдать Чтобы во всем убедиться А мне нужно уже домой ехать Меня муж внизу ждет Может вас подбросить? Я слышал слово подбросить Варя, вас нужно к дому привезти Нет, нет, спасибо Я сегодня сама, спасибо У меня все больше и больше подозрений было насчет Богдана Да и Наташа была права Таня моя очень доверчивая и честная Ее любой мог обмануть А після виснажливої роботи Дружина чекала чоловіка, який несподівано вирішив повернутися Мой руки, проходи Ты получил вчера мои смс? Ага Все, что я писала в них, это правда Ты мне веришь? Значит, с Богданом вы просто коллеги Типа того Я вообще подозреваю, что именно Богдан подставил Таню Есть доказательства Ищу их А пока проходи, будем есть Мммм, ты хочешь меня накормить или закормить? И то, и другое Ты так и схудал на своих заграничных курортах Боже, столько она готовила И все так вкусно пахнет Ну, ты ж моя худестница Твои любимые голубцы приготовил Ты просто чудо А того-то я и ревную тебе ко всякому Я хочу, чтобы ты была только моей И голубцы готовила только мне Я смотрела, как Игорь ужинал И была полностью счастлива Я так соскучилась по нему Казалось, мы не виделись вечности Ведь за неделю со мной столько всего случилось Наступного дня подруга проголомшила Варю неприємною звісткою Ну, а что нового на работе? Я так соскучилась Заведующее хирургию перейли во вторую больницу Сейчас у нас новая вакансия Ну, это пока я вернусь, у меня новый шеф будет Так быстро все меняется Варя, ты просто пойми меня правильно Что-то еще случилось? Нет, нет Просто, знаешь, я думаю, что Твой Игорь не случайно вернулся раньше с курорта Ну, конечно, не случайно Он соскучился по мне, вот и вернулся Наивная Он приехал для того, чтобы не пропустить собеседование Не думаю Ему позвонил Титаренко, а на следующий день он уже прилетел Ну и что? Ну, может быть, совпадение Учитывая, какой твой Игорь чистолюбивый карьерист Я очень сомневаюсь, что это было совпадение Ну, он бы мне рассказал Ну, даже если и так, ну что плохого в том, что мой муж хочет построить карьеру? Да знаешь, ничего А ты не замечала, что Игорь как-то, ну, в последнее время странно себя ведет? Нет, а что? И Любка, дерматолог, недавно с Турции приехала В отпуске была, что ли? Угу, в отпуске Тебе не кажется, это все слишком подозрительно и слишком много совпадений? Ну, каких совпадений? На что ты намекаешь? Варя, я не намекаю, это просто факты Любка сорвалась в отпуск в тот же день, что Игорь А потом так же неожиданно вернулась Ну, это точно твои фантазии Игорь, ну, он бы никогда со мной так не поступил Я доверяю ему, знаю его Ну, ну Я ни секунды не сомневалась в Игоре Я его знала как себя Ну, да, у него был непростой характер Мы в последнее время часто ссорились Но он любил меня и не изменял По крайней мере, мне так хотелось думать У родины Морозовых все было добре Але Варвара и гадки не мала, якого удару зазна и незабаром Здорово все-таки вот так вот валяться и ничего не делать Как тебе, Лена? Как же я устала мотаться Ну, ты моя бедняжка Слушай, что бросишь вот это все свои идеи с расследованием? Навернешься на свою нормальную работу? Не могу, нужно помочь Тане Тогда давай куда-нибудь съездим на уикенд Куда-нибудь, где хорошо кормят Я делаю Томаса Ты с ней искусительный Да, я так понимаю Алло О, Боже Яка шокуюча звістка приголомшать Варю? Несподіваний дзвінок з реанімації про критичний стан рідної сестри Змушує 35-річну Варвару Морозову перервати відпустку Замість теплого моря Жінка їде до лікарні, аби під прикриттям провести власне розслідування І дізнатися, хто ж підставив її сестру під кримінальну статтю Проте калейдоскоп підозрюваних швидко змінюється А розслідування Варвари заходить у глухий кут Якого удару зазнає жінка? Алло О, Боже Да, я, да, я щас приєду Таня, без сознання, все очень плохо, надо срочно ехать У этого Богдана, значит, є твой номер телефона А його ти дізла в телефонну книгу Ранком у лікарні з'ясувалося те, чого найбільше боялася Варя Таня, що произошло? Богдан мені нічого толком не об'яснил Я потеряла ребінка Родна моя, мені так жаль Я знаю, Варя Тільки йому не жаль Валик приходил, він що ти сказав? Нет, не приходил Ему, як казалось, на мене абсолютно наплевать Ну забудь-то його, не достоин він тебе Угу Варя я його так любила, він мені взяла і бросила Ну і Бог с ним, найдемо тебе ще принца на белому коні Нічого собою поделати не можу, я... Я думаю о нём, я по соцсетям улажу, слежу за ним, это какой-то туртон Ну зачем? Ну ты же накручиваешь себя ещё больше Я видела фотографию с его помаловки Я-то думала, он в рейсах ходит, а он налево ходит Девушка у него была Вот подлець, а Это из-за него я потеряла ребёнка Мне очень жаль, правда Гаря, ты меня прости, пожалуйста Мне больше не воду Ты чего? Я когда видела фотографию, я с другой А потом кровотечение, ребёнка не спасли Ну в общем, я выпила целую бутылку снотворного Ну зачем? Я хотела уснуть и не проснуться Тань, ты что такое говоришь? Ты хотела жизнь покончить самоубийством, Таня! Я знаю, прости меня, пожалуйста, мне очень стыдно Ты мне говорила, что он просто пользуется, я тебе не верю Тань, всё будет хорошо Ты должна поговорить с психологом, обещаешь? Угу Мне было очень жаль Таню На неё столько всего свалилось Что минутную слабость можно было понять Правда, я опасалась, что если следствие её обвинит, она не выдержит Варваре ничего не залишалося, как порадиться с Богданом, який всю ночь боролся за життя сестри Не могу поверить, что она могла такое сделать Как она могла? Послушайте, на неё сейчас столько всего навалилось Не забывайте ещё о гормонах Это да Ну, успокаивает хотя бы то, что она согласилась пройти курс с психологом Замечательно У меня есть отличный специалист, могу дать контакты Да, буду очень благодарна Вы чай с сахаром будете? Нет, спасибо А у меня как раз есть вкусняшки Чаю Вот Надеюсь, вы тоже сладконяшка? Нет, спасибо большое А что, за годы работы в больнице присытились коробками конфет? Нет, увы, для меня это запрещено Здоровое питание? Нет, я на инсулине, сахарный диабет Вы сами себе колете инсулин? Да С одной стороны, я понимала, что у меня снова нет подозреваемых А с другой стороны, я была безумно рада, ведь Богдан мне был симпатичен с момента знакомства Додому жінка смогла потрапить уже далеко за півнич, але відпочити ей так и не вдалося Игорь, ты спишь? Значит, спишь Уважаемый господин Морозов Вашем номере мы нашли этот телефон Покажите, пожалуйста, адрес для его отсылки Вот это да Ну и тварь же ты, Игорь Привет, Настя Извини, что так поздно Нет-нет, с Таней все хорошо Я думаю, ты права насчет того, что Игорь изменяет мне с Любой Только что из отеля прислали сообщение, что он забыл телефон в номере А телефон явно женский Я в порядке Слушай, ты можешь узнать завтра, какой телефон у Любки и есть ли у нее телефон? Угу Да, хорошо Пока Это был не день, а кошмар Сначала мне хотелось пойти и все выяснить у мужа Но я решила все-таки не быть опрометчивой И для начала дождаться новостей от Настя Вже наступного дня подруга принесла невтешні новини У Любки новый телефон и новый номер Старый, она якобы в море утопила Ну, может, и прямо утопила Я тут думала всю ночь, прикидывала по-всякому Настя, ну бывает же, что администрация отеля путает номера клиентов Варя, ну хватит этой наивности Ну не могу я поверить, что он мог так со мной Я придумала А ты помнишь телефон, как на фото выглядел? Ну, конечно, помню, явно женский, розовый, с черным котом Любка, большая любезница селфи У него половина фото у зеркала Ее старый телефон тут хорошо видно Смотри Помни? Да Варя, мне жаль, но он тебе изменяет Игорь с Любкой даже не очень хорошо это скрывают Вся больница, сейчас об этом только и говорить, это топ-новость Вот я дура Что ты будешь делать? Не знаю, Настя Сейчас переварю все и что-нибудь решу Ой, Варя Ты держись Мне сейчас надо бежать Но я всегда на связи Да, спасибо Нужно было поговорить с Игорем на чистоту И расставить все точки над «и» Я еще до конца не могла поверить, что он нашел себе другую И нас больше нет А восемь лет брака оказались обманом Решучи налаштована Варвара Поквапалась до дому Проте такого вона не очековала Привет Игорь, у меня к тебе серьезный разговор Да, ну давай Только по-быстренькому Через полчаса футбол У тебя есть другая женщина? Нанесли Оперативненько Не надо телефоны забывать в отелях А ты в телефоне моя умралась Да, вот только не надо меня стыдить Это не я тебе рога наставляю А ты сама виновата Очень интересно Я столько времени искал понимания А тебе все было не до меня Вот и утешился на стороне В чем это тебе нужно было понимание Утешение Да у тебя всегда было на первом месте То сестра, то работа То что угодно, но только не муж Да что за чушь Когда это ты был не на первом месте Когда я работала за двоих А ты писал кандидатскую Я знал, что ты этим упрекнешь А я не знала, что ты будешь мне изменять И так нагло врать Да я тебя не бросал только из жалости Не надо меня жалеть Собирай чемодан и проваливай к своей любке Я-то уйду А вот кому ты будешь нужна Думаешь, Богдану своему? Вбирайся немедленно Видеть тебя не хочу Было больно и обидно Я чувствовала себя наивной дурой Что не заметила его изменений раньше Но я не могла себе позволить расклеиться Ведь я нужна была сестре Перша нічне чергування В лекарні все было відносно спокійно Доки жінка не стала свідком Підозрілого випадку Кто здесь? Я решила действовать осторожно С одной стороны, мне не хотелось спугнуть старшую медсестру А с другой, не хотела сделать поспешных выводов Но все же чутье подсказывало, что я на правильном пути Вранці Варвара вирішила розповісти Богдану про свои підозри Я видела, как Елена Васильевна ночью паковала ампулу с обезболивающим У нее тоже было дежурство Ничего странного я в этом не вижу Да, но она паковала обезболивающее в обычный пакет из магазина Зачем? Ну я думаю, этому можно найти законное объяснение Она так испугалась, когда услышала мои шорохи Варя, я знаю, как сильно вы хотите помочь своей сестре Но я очень и очень сомневаюсь в том, что старшая медсестра каким-то образом замешана в этом Ну почему? Но ведь она же не против заработать денег на откатах из аптек Ну это не противозаконно А наркотические средства продавать уголовно наказуемо Зачем ей это? Ну не знаю, алчность, жадность Ей год до пенсии остался Зачем рисковать? В реанимации год стажа идет за два Ну вот и решила срубить по легкой деньги перед пенсией Ну допустим, допустим, что это так Старшая медсестра только выдает ампулы с наркотическими анальгетиками медсестрам А потом они возвращают ей пустые ампулы Если нет ампулы, виновата медсестра, а не Елена Васильевна Понятно Выходит, я опять поторопилась с выводами? Ну выходит так Я была расстроена Следствие не двигалось, а единственный подозреваемый оставалась моя сестра Что было делать дальше, я не знала После работы Варя зайшла до сестры, чтобы почути и ее думку о своих подозр Привет Привет О, аппетит, это хорошо, значит идешь на поправку Угу, как ты, как смена? Сложная была? Нет, ты знаешь, скорее странная Всем привет Привет Забежала посмотреть, как тут наша больная Слушайте, не надо меня контролировать постоянно, ладно? Я же сказала, я больше не буду делать глупости Ты уж постарайся А что ты говоришь, что смена странная была? Что-то случилось? У нас ЧП? Да нет, просто видела, как Елена Васильевна пакует ампулы в обычный пакет из магазина Ты думаешь, это она меня подставила? Я не знаю Богдан меня убеждал, что старшая медсестра не будет так рисковать Ну или ей нужна подельница медсестра Думаю, Богдан Иванович прав, это не она Васильевна вообще такая принципиальная Нет, но все-таки эта история с ампулами в пакете очень странная, правда? Я думаю, нужно присмотреться к нашей старшей медсестре Я так и сделаю У меня хоть и нет улик, но я чувствую, что рыльца у нее в пушку Вы только настоящего преступника не проглядите Таня впервые за полторы недели стала себя лучше чувствовать И сразу же заинтересовалась следствием А я не могла ее обрадовать хорошими новостями А на наступном уничном очергуванне Варвара зазнала приголомшлого удару Вы просто мастерски ставите капельницы Ну вы знаете, как я волновалась Я с института этого не делала Вы ставьте чай, а я пока переоденусь Яка несподівана здогадка приголомшить Варвару Доки 35-річна Варвара Морозова намагалася допомогти вагітній сестрі розібратися Хто ж підставив її з наркотичними знеболювальними препаратами? На голову самої Варі звалилося чимало проблем Чоловік пішов до коханки Сестра таки втратила дитину А ще хтось залишив жінці жахливий сюрприз Чи вдасться Варі дізнатися правду про шахраїв І як складеться доля самої жінки? Выставьте чай, а я пока переоденусь Богдан, що це? Ні к чому не прикасайся Я зараз следователю позвоню Не треба следователю Третій час ночі Может быть, це чья-то дурацька шутка? Якщо це не шутка, то дуже злая А може, я просто слишком близко подобралась к преступнику І мене таким образом решили припугнуть Варі, я не дам вас в обиду Тієї фатальної ночі Варі прийняла для себе непросте рішення Зранку жінка одразу взялася оформлювати документи на звільнення Варі, я не з'являюся на Марсу Коли Варвара вже збиралася забрати сестру додому Її знайшов Богдан і приголомшив новиною Варі, Варі, подожди Кажется, я все понял Що понял, хто преступник? І давай уже на ты Хорошо, просто мы не там рыбі Ну говори уже Сегодня одноплановая операция Я тщательно следил за сестрой-анестезисткой За Наташей? За Наташей В последнее время я начал замечать, что пациенты плохо переносят наркоз Ну і що з того? А сегодня я проследил за Наташей І заметил, що на ней делает обязательну премедикацію Як це? А що ж она уколола больному? Обычний физраствор То є, больной не получил укол положеного ему наркотического анальгетика За час до операции, щоб лучше перенести наркоз? Да, он получил пустышку Ого, просто не верится Я не знаю, сколько это продолжается Я не так давно работаю в этой больнице Но Наташа единственная сестра-анестезистка в этой больнице А в день мы делаем, ну, порядка шести-семи операций А ампулы как же? А Елена Васильевна знала? А Наташа что говорит? Она призналась? Нет Я вызвал уже следователя Он будет с этим всем разбираться И про твой халат я ему тоже рассказал Оставалось одно, дождаться следователя Варваре дуже кортило нарешті з'ясувати всі нюанси справи Наталья, я не вижу смысла отпираться Вчера мы задержали на горячем вашего клиента И он нам признался, что препарат покупал именно у вас Нарик, да ещё когда ломка, вам в чём угодно признается Может, мне ещё это привиделось? Я ж тебя практически за руку поймал Я это сделала в первый раз, меня заставили Кто тебя заставил? Я не хотела это делать А вы пригрозили мне увольнением Как выяснилось, Наталья родная племянница Елены Васильевны Это что получается? Они вдвоём промышляли сбытом наркотических веществ? Я только исполняла указание Ты смотри, какая овечка невинная А денег ты за это не брала? И Таню вы подставили? Таня слишком честная, вечно сует свой нос, куда её не просит А вы что скажете Елена Васильевна? Мы подговорили нашего знакомого, который у нас и брал ампулы Он и написал заявление на Таню Параллельно Наталья обвинила Татьяну грязных делах Чтобы отвести от себя подозрения А потом тебя нелёгкое принесла Когда же явилась Варя и начала подозревать Елену Васильевну Я решила её пустить по ложному следу Я говорила на Богдана Она мне не поверила Халат тоже ваших рук делала? Варя всё рискала и рискала Когда перспектива попасть за решётку стала реальностью Ну вот мы решили напугать Ладно, я позабочусь, чтобы вы получились полна Я не могла поверить, что для собственной наживы Можно было подставить невиновного человека А с первого взгляда Наташа была такая милая Сестри хотели какнайшвидше залишить лекарню Но кто-то втрутився в их планы Слышишь, Варя А у меня всё из головы Наташка не идёт Никогда б не подумала, что она может со мной так поступить Веркинь Богдан, я не выдержу ещё одной плохой новости Наташа и Елена Васильевна откажутся от показаний Не волнуйся, всё в порядке Они получат по всей струбости закона Тань, можно тебя попросить оставить нас с Варей Буквально на пару минут Ну ладно Спасибо Варя Я понимаю, что всё это выглядит как полное сумасшествие Да и знакомы мы всего ничего Но я тебя люблю Пойми, моё признание ни к чему тебя не обязывает Ты не должна ничего мне говорить, не объяснять Я просто хотел, чтобы ты знал о моих чувствах Богдан Если всё, что ты сказал Действительно, серьёзно Может быть, ты поедешь со мной? Наша влюблённость переросла в настоящее чувство И мы решили пожениться Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»